Привет, девочки! Съемка ведет Наталья. Да, всем привет и хорошего дня. Девчонки, мы уже сняли вам 20 минут ролика, у нас погас телефон. Ну, вот такие вот мы, извините, мы любим по 100 раз делать одно и то же. Девочки, вот такое вот платье, видите, жар птица, какая-то очень красивый такой принт на этом платье, на самой ткани. Я вам хочу дать вот с таким объемным свитшотом, здесь четко, вот прям попадание идет по тону к этому платью, разводы вот эти. Сейчас чуть-чуть вам вот так пояс заведу. Вот. И сверху хочу вам дать шубку. Эта шубка будет вот такого горчичного цвета. Девчонки, мне нравится просто, как эта шубка перекроет платье и останется только небольшой хвостик. Я сейчас вам добавляю сюда эту шубу. Вот это у нас для другой была истории. Мы сейчас добавим с вами сюда казаки и добавим наши ванильные челси и зеленые челси. Такой, знаете, глухой-глухой зеленый, очень приближенный тоже к такому какому-то малахиту. Вот. Вот это все обувь сюда подходит. Яркая шуба. Шапка уже яркая, не нужна. Можно добавить косынку красиво, как мы с вами вяжем Дунькина косынка. Вот такую шоколадного цвета косынку. Она здесь сработает туда, куда надо. Она здесь просто чуть-чуть гасанет шубу. И вот когда тон, вот этот мягкий тон, и здесь получается такая яркая, но тоже мягкий тон, работают друг с другом. Я сейчас шубу пока не убираю. Я сейчас вам эту шубу еще покажу, если вдруг мы с вами жаркие люди и захотим не такой свитшот с длинным рукавом, а захотим его с коротким рукавом. Мы сейчас с вами сделаем это вот с этой историей. Сейчас этот уберем, чтобы в руках не болтался. Вот так вот его уберем. И сделаем с вами наш красивенный каменистый терракот цвет у свитшота. И сейчас вы посмотрите, как терракот работает хорошо с горчицей. Дуньки, ну здесь вообще будет все красиво. Это будет выполнять роль жилетки. Понятное дело, что наш рукав, ну вот вы видите, да, это прям такая вот зачетная история. Вот сюда вам опять добавляю нашу шубу. И это будет уже нарядная тема. Вот она, новогодняя тема. Посмотрите, струящееся вискоза платья. Здесь такие камни. Все вместе, все очень красиво завязывается. Девчонки, мне шуба сама нравится очень. Мне ее цвет очень нравится. Я вот размытость люблю только, если это тауп или какие-то вот такие вот тона, ну которые уже, знаете, наши любимые, да, вот этот французский серый, например. А если вот он неявный вот такой, мне не очень это. Вот была бы шуба, например, ванильного цвета, я бы уже под вопросом. Рубашка, да, а шуба нет. Это уже как-то вот, ну совсем не то. Я сейчас вам это все убираю. Идем дальше. Брюки, трикотажный вельвет. Помните цвета пенки. Сюда вам даю наш любимый бадон, не бадон, а свитер. Наш любимый свитер «Морская волна». Я хочу вам вот эту морскую волну завести к рыжему. Посмотрите, мы с вами сейчас добавим нашу рыжую дубленку. И вот этот вот цвет. Вот, девчонки, мы оставим обувь. Вот вся обувь сюда подходит. Шапку можете надеть какую-то нейтральную, а можете надеть ее какую-то яркую. Но я бы все-таки надела ее вот такую вот светлую. Вот видите, здесь лилия такая, она же с серым. И вот она как раз сработает сюда. И все, образ весь вытянет на такой спокойный. Девочки, если вдруг это рыжая вот такая вот вещь, как дубленка или пальто, вот этот вот цвет французский серый не надо. Даже если к шапке это подходит, не надо. Во-первых, его не будет видно. Во-вторых, он будет смотреться грязным. А мы хотим, чтобы у нас была яркость и какая-то такая вот светлость какая-то во всем этом образе. Поэтому лучше бы, конечно, остаться вот с той обуви или цвета такого обуви, которая у нас. Все подходит. Вот. Теперь. В предыдущем ролике мы не нашли брюки, сейчас они нашлись. Сейчас как раз все срослось. 20 минут псу под хвост. Ничего страшного. Зато качество. Зато у нас сейчас выровнится полностью видос тот, который был задуман. Девочки, вы понимаете, да, что полное попадание идет по тону к лампасу. Тыквенная рубашка. Я вам специально ее завела к вот такой вот какой-то очень необычной кофте, которая паутинка. Зато цвет не забыл. Паутинка. Сейчас вам к этой паутинке добавим кашемировую рубашку. Эта кашемировая рубашка будет вот с такими вот изумрудной такой клеткой. Специально хочу вам эту сделать клетку изумрудную. Почему? Потому. Вот. Мы добавляем с вами вот такие вот сапоги и вытягиваем полностью весь образ. Если вдруг мы захотим, чтобы это было не челси, а если мы захотим, допустим, вот такие вот кедики, тоже можно. Девчонки, вы помните, да, нам носок выровнит вот эту длину у брюк. Даже если брюки короткие, вот, допустим, мои брюки сейчас, да, вот у меня костюм, они попали вот вровень, видите, вот в этот. Но носок я не стала добавлять светлый, я оставила его черным. Потому что полностью весь образ монохром, и подошва вот эта манка не вытянет на себя ничего. Здесь я все равно смотрю вся черная. Ниндзя. Вот. А здесь мы с вами тыкву подтянули именно к вот этому изумруду. Красиво работает. Тыква и изумруд вообще такие два цвета, они могут работать друг с другом. Ну, как вы, собственно, сейчас его видели. Брюки вот эти бананы, просто бомбические. У нас купила их женщина, чудесная женщина. Видимо, она их носит и рада. Так, теперь вам дам джинсы. Это тоже бананы, тоже бананы. Пока обувь оставим, не знаю, как у меня сложится с головой сейчас. Смотрите, здесь даем вот такой вот бирюзовый свитер, он такой бирюза с меланжем. И, девчонки, сейчас у нас пойдет очень-очень красивый пуховик. Мы с Наташей вспомнили цвет. Это цвет ириска. Очень-очень красивый пуховик. Он внутри такой вот коричневый, такой кэмл, да? А здесь он с накатом блестящим. И поэтому вот прям явно какая-то ирисочная такая история. Я специально вам хочу его подвести именно сюда. Наташа, мы в тот раз с косынкой показывали, да? Да. Ну смотри, а шапка это тоже хорошо. Хорошо, очень. Посмотри, как сюда с шапкой. Девчонки, оставим шапкой, нравится шапкой. Вот здесь мы можем с вами добавить вот это. Если, например, на кедике не захотим черпать снег, то мы можем добавить с вами вот эти челси зеленые. Может быть, зеленые челси, потому что они очень хорошо работают с кэмлом всегда. И с таким вот с рыжинкой плотности цвета. Ну здесь еще, видите, слишком такой явный. Если вдруг мы захотим поменять с вами вот эту часть и надеть на себя вот такой вот яркий свитшот. Вот, смотрите, пока не буду это убрать. Наденем яркий свитшот. Наташа, что я увидела в том ролике? Я это не увидела. Девчонки, сейчас я вам дам, вам понравится. Вот если мы надели такой яркий свитшот, мы можем с вами Дуньку добавить. Нашу Дуньку-косынку добавим. Глазки цепляетесь. Сейчас, девчонки, я кое-что увидела. Девчонки, посмотрите, как по цвету, да, Наташа? Да. Просто вообще. Дайте-ка я сейчас это вот сюда. Очень красиво. Зеленые тоже можем оставить, зеленые тоже. И вот эти вот, кстати, тоже можем оставить. Вот. И так, и так все подходит. Но мне больше нравится вот в этих. Там чуть обувь туда поближе. Не видно платформу. Обувь поближе, Наташа. Вот так, наверное, да? Да, да, да. Вот. Все. Вот так, девчонки. Ну вот, собственно, вы брючину выправили. Если вдруг вы идете уже в челсе, выправляйте брюки до конца. Там не нужна подгибка. Подгибка нужна, если вы вот такие вот боты обуваете, как мои. Или укороченные йети. Помните, да? Вот у нас вот эти вот йети. Но здесь брючина никак не может лежать. Это должно быть либо покороче, либо по латсу, чтобы было видно только носик. Все, девочки. Все, девочки, вот так. Нравится. Ботинки увидела прямо сейчас. Аня, оказывается, тон в тон. Вот она как. Ириска, ириску свою нашла. Не, ну пуховик и боты, это, конечно... Ну это же не боты, да? Это же все-таки туфли, лоферы. Поэтому, девочки, смотря как вообще, кто куда перемещается. Можно, если до машины, то дойти и в этом. Неизвестно, как это можно сложить. Но по цвету это складывается идеально. Вы видели. Сейчас Дуньку пока оставим. Может быть, она у нас попадет. Может быть, она у нас сейчас пойдет туда, куда надо. Вот. Сейчас вчерашнюю вот эту рубашку. Ванильную, помните? Я сейчас вам хочу дать вот к таким вот шерстяным брюкам. Брюки мужского кроя. Джинсом, кстати, она тоже была хорошо. Брюки мужского кроя. Просто прямые, просто брюки шерстяные. Сюда вам хочу добавить вот этот кардиган. Оно будет, девчонки, знаете, нам ваниль вот эту морская волна поддержит. Нет, косынка не подходит. Я вспомнила, у нас там шар. Вот. Морская волна поддержит вот этот ваниль. Видите, как она яркости придала еще больше этой рубашке. И на самой рубашке есть какой-то такой голубо-синяя полоска. Нравится, как так работает. И сюда мы с вами добавим наше лохматое пальто Camel. И поддержим его тоже Camel шарфиком. Не будем другой шарфик добавлять. Не будем делать яркости. Оставим монохромную верхушку. У нас здесь будет яркость в самом кардигане и самой рубашкой. Вот здесь уже внутри с вами тоже. Вот здесь вот эти наши челси ванильные могут работать. Могут работать и сделает вот этот вот носик акцент. Красиво. Если брюки будут дудки, но синего цвета, тоже можно. Вы просто не видите. Простите, Чунки. На самой рубашке там такие мелкие-мелкие полосочки. И вот она как раз, вот эта полоска, какая-то морская волна. Синяя, голубая, какая-то вот такая она. Поэтому эта сюда подходит. Девочка, а как пальто-то с самым шарфиком? Класс. Просто, Наташа, вообще тон, да? Болочь. Тон свой, прям четкий Camel-тон. Поймал свой Camel-тон. Вот и все. И у нас прямо получилось, что... Кардиган, девчонки, лохматый, невероятно мягкий. Очень удобный. Очень. Если вы захотите внутрь кардигана «Морская волна» пустить вот такой вот тон свитера или водолазки, можно. Можно. Так тоже работает. Просто мы с вами сегодня чуть-чуть Camel-тон подмесили другого цвета. И у нас попалась вот эта вот «Морская волна». Сейчас пойдет изумруд. Вот это вот как-то вот сработало. Оно вместе очень красиво. Поэтому я вам это все и показываю. Теперь наши брюки-палацу цвета ириска. Мы пускаем вот такой вот свитер косами оверсайз кашемир. Сюда мы с вами даем наш пуховик с какой-то невероятной красивой жилеткой. Девчонки, я думаю, что обувь все-таки должна... Она может быть и вот эта, и вот эта. Ну вот сейчас я вам дам обувь, которая будет сюда прям вообще идеально. Смотрите, что мы сделаем. Мы с вами носики вот такие вот сюда пустим. Наташа, так видно будет? Да-да. Вот. И подошву вот эту. Можно и вот эти вот боты. Там же будет только носики и черная подошва. Очень грамотно будет сработать, потому что срабатывает, потому что здесь как раз смешение вот этих вот цветов. И черные, видите, акценты. Пуговицы, какие-то вот эти хвосты, которые вытягивают жилетку. Это как раз сюда будет. Девочки, я думаю, что шапку можно будет и яркую какую-то, можно будет и рыжую. Ну давайте мы пока добавим вот эту нашу, вот эту. Потому что она прям явно. Брюки будут вот как головной убор акцентом, так в нашей истории будет акцентом брюки. Можно добавлять такой цвет к яркому. Зелень такая, понимаете, вот весенняя какая-то зелень у этой жилетки. И вот это как раз здесь все. Сейчас вам эту жилетку еще заведу, только чуть-чуть поменяю верх с низом. Смотрите, здесь у нас был светлый верх и такой ириска, да, низ. А сейчас мы сделаем наоборот. Мы сейчас с вами сделаем вот так. У нас будут белые брюки. И укороченный, укороченное худи двойное. Внутри у него еще есть кожаный топ. Вот. И сюда мы опять добавим наш пуховик. Почему-то знаешь, Наташа, что у меня как-то вешалки вот туда, то туда. Ну, девчонки, вот видите, что ли. Вот так вот летают вешалки у нас. Они у нас птицы. Вот. Видите опять, что у нас? У нас идет полноценная бело-зеленая гамма. А мы добавили с вами еще один цвет. Девчонки, вот если в данном случае обувь уже белая вылетает, и прилетают вот эти кедики. Вот они здесь будут хорошо. И подошва, кстати, который черный челси, тоже будет хорошо. Помните, что мы видим только носики подошву. Будет красиво. Яркость уже здесь. Яркость вот такой зеленью с красным не надо. Уже будет слишком много. Не нужно. Здесь и так все, ну вот, понимание какое-то есть по цветам. И уже нужно тогда просто остановиться. Вот это мне нравится. Катастрофически. Просто катастрофически нравится эта вещь. У нас еще был он черный. Ну, такой какой-то прям единый черный. Жилет черный. Со мной он уже продан. И жакет черный. Все, я уже не знаю. Девчонки, вот эти брюки тонкие неопрен. И опять же, кто смотря как перемещается. Так, кашемировый костюм. У нас всегда у кашемирового костюма какие-то брючки. Но не всегда бывают брюки и палацу. И вот это прямые брюки. Сюда идет. Вот такой вот с капюшоном кофта. Вот такой с капюшоном кофту. Вот такая кофта с капюшоном. Девчонки, я уже подустала. Потому что 20 минут плюс 20 минут, которые сейчас идут. И еще у нас там целая стойка. Сюда вам хочу дать французский серый. Он похож очень, такой знаете, как сайвори у него. Видите, девчонки, как окантовка эта красиво сработала. Очень нравится. И по качеству мне нравится. Одно залетает к другому. Девочки, вот тогда вот такая грубая обувь нет. Нет. Вот тогда может быть вот эта вот. Видите, как они сейчас нам вот эти песочные уги, как они поддержали нам сам кардиган. Девчонки, если вдруг вы нарядились вот так и замерзли, мы сверху всегда можем добавить пальто. Но оно будет уже не такого цвета. Оно уже будет изумрудное. Посмотрите. Посмотрите, как все вместе цвет вот этот сейчас вытянет. Видите? Не надо тянуть еще что-то. Обувь там еще. Достаточно одного пальто. Все цвета вместе с этим перекликаются. И тем более вот этот вот тыквенный, который на окантовке, он вообще с изумрудом работает идеально. Девчонки, пальто оверсайз, поэтому в него поместится, ну, любая объемная одежда. Даже если вот, допустим, какой свитшот на мне, он тоже сюда попадет. Слишком объемная вещь. Мне очень нравится, как вот так. Прям вообще нравится. Да, Наташа? Да, классно. Уютом вот прет от этого всего. Да. Очень-очень-очень. И сам кардиган, девчонки, очень. Такой кардиган-бомбер вот этот вот с капюшоном. Красиво. Красиво, понятно. Цветовая история вообще. Просто идеальная. Можно будет просто... Девчонки, кстати, вот этот вот кардиган с капюшоном, он хорошего размера. А костюм не очень хорошего размера. Ну, чтобы вы понимали. Так, теперь смотрите. У нас вот такой вот свитер меланжевый. Вы помните его. Я вам хочу пустить его с кардиганом, айвори. И сюда добавить брюки. Сейчас я их дерну. Подождите, я их откуда-то хотела дернуть. Вот откуда я их хотела дернуть. Вот, девчонки, я хочу именно вот этот цвет брюк добавить именно к этому образу. Девчонки, верхушку не буду сюда цеплять. Мне очень нравится, как кардиган сейчас поддержал вот этот цвет. Мы прям какую-то... Оставим обувь. Нравится, как она идет. Девочки, если у нас есть вот такой этнический принт на кардигане, вот это, вот это уже нельзя. Вообще нельзя. Это разные-разные оперы. Сюда нужно что-то такое. Вот это можно сюда. Смотрите. Это можно. Это уютно. Какое-то такое бабушкин кардиган. Какие-то огоньки в камине. Понимаете? Вот это да. А это нет. Это слишком. Это дико. И здесь еще явно золото. Ну, как-то много всего намешано. Поэтому не нужно. Я вам всегда рассказываю. Девчонки, всегда нужно вовремя останавливаться на чем-то. Тогда вы не будете смешной даже самой себе. Вы будете и комфортно, и стильно. Девчонки, есть очень красивая вещь. Но она малыхина. Смотрите. У нас здесь брюки. Тоже вот такой вот кэммл. Какой-то, знаете, какой-то вот и рисочный кэммл. И вот такой вот свитшот. А, худи. Худи. Девчонки, удлиненное худи. Вот с такими вот разрезами. Очень нравится, как так смотрится. Брюки поэтому и сделаны не бананами. А чуть-чуть. Вот видите, они наверху пошире. А здесь заужены. Типа как вот лосины. Вообще нравится, как так. Девочки, вот здесь песок убираем. Добавляем то, что наше любимое. Да, помните? Вот эти. Но они вообще один размер. Вы пишите. Если кто попадает под размер, тот будет рад и счастлив. И добавим сейчас наш пуховик. Я вам хочу вот этому цвету завести. Немножко другой тон. Но вы сейчас увидите, как это будет работать. Понимаете? Опять длина. Помните, да? Овер куртка сама. О, посмотрите, сейчас здесь будет красиво. Овер куртка сама. Обувь четко пойдет монохромом. Она не нужна нам никакого другого цвета. Девчонки, вот здесь вот даже вот эти будут лишние. Сейчас вам покажу. Видите? Вот это, вот это слишком много. Слишком много. Это немножко не то. Вот так хорошо. И как раз они такой длины, что попадут ровно под вот эти вот наши йети. Девчонки, йети бомбические. Сама хожу в леопардовых. И такие с камнями у меня тоже есть. Мне очень нравится, что оно качество. Девчонки, вы помните, да? Что это пуховик, который шарф завязывается. Я уже вам это показывала. Я показывала, как шарф завязать. Показывала это все. Вот это, это на флисе. Прям флис. Викова фабрика. Ну, девчонки, там вот на этой фабрике, кстати, не разгуляться по размерам. Она какая-то маломерная. Сейчас красиво будет. Опять для пипеток. Смотрите. Наши брюки. Вот так, Наташа, по длине, наверное, да? Девчонки, посмотрите, какой красивый, палеточный, кашемировый светр. Маленький. Маленького размера. Такой морковно-тыквенный. Очень-очень цвет такой. Прям мягкий-мягкий. Какой-то вот даже, даже, Наташа, может, лосось какой-то, да? Какой-то очень цвет такой правильный. Очень красивый, теплый такой цвет. Да. Банку открываешь вот эту, и вот какой-то вот лососевый. Девчонки, я сюда вам хочу дать цвета жухлой, листвы. Вот эту вот нашу куртку двухстороннюю, которая с одной стороны кашемир, с другой стороны вискоза. Мне очень нравится, как попадание идет по цвету. Оставим вот те, эти уберем, уберем. Что-то бы нам сюда такое. А, девчонки, а давайте мы вот эти сюда добавим. Вот, смотри. У нас такое пойдет. Внизу спокойствие. Хаки пятка поймает хаки пятку. Носик вот этот еще будет виден. И у нас просто вот этот вот какой-то... Ну, Наташа, он все-таки ближе. Нет, он не морковный. Он, девчонки, понимаете, какой же этот цвет-то... Вот вам бы еще так сказать, чтобы вы это понимали по виду. Мы вам сделаем отдельно, если будет он в запросе. Нет, Наташа, он ближе к лососю. Морковь это все-таки такое... Да, оранж. Да, оранж такой. А здесь вот он чуть-чуть какой-то розовинкой такой. Очень-очень грамотно. Нравится. Девчонки, помните, эти у нас есть в размерах. Тоже вот, мне кажется, это тоже такая зимняя вещь, но не на холода. Ну, потому что пальто с вискозой совместно, вот видите, такое очень интересная штука. Очень. Как вот эти вот наши короткие куртки, вот пуховик вот этот показала, вот это смешение. Девчонки, вот это очень мне нравится. Цвет белобруси скажи. Ну и не только белобруси. Девчонки, просто сам по себе свежачный очень цвет. Очень мягкий, теплый, очень грамотный. Я хотела вам сказать, что косы на вот этом свитере четко попадают в брюки косы вообще разные фабрики. Вообще разные. Вот, теперь вчера у меня про мои брюки. Девчонки, те, которые брюки на мне, естественно, они мои. У нас есть точно такие же брюки в размере S. Я вам даю сюда. Анташа, смотри, как тапки сейчас попали. Да, точно. Я вам сейчас даю именно вот это. Вот это сюда. Нравится, как по цвету заходит. И сюда сейчас дам яркую шубу, которая будет у нас использована еще в двух историях. Смотрите. У нас будет вот здесь наша бирюза. Девчонки, понимаете, да? Как коричневый вот этот шоколадный. Как бирюза на себя прям съедает его. Но он все равно выписывает поддержку. Я, девочки, здесь дала бы... Отдаваем-то штауп вот эту, да? Смотри, вот это же будет здесь хорошо? Она такая нейтральная шапка. И как раз вот сюда вот она уйдет. Ну, девочки, это будет как-то вот так вот. Мне так нравится, да. Я бы, конечно, что-то затянула еще более коричневое на ноги. Девчонки, знаете что? Вот это может быть здесь. Вот этот принт, он по размеру попадает четко вот в эти сотки, которые на свитере. Может он быть здесь. И, естественно, здесь там, видите, терракот. И там у нас внутри в реаперде терракот. В реаперде. Вот. Но это не один вариант. Я вам сейчас покажу еще один вариант такой. Здесь у нас прям понятный. Вот прям понятный. А сейчас вам дам еще такое поярче. Платье повесили. Сейчас вам его покажем. Оно вообще не с нашего ролика. Девчонки, платье Кошемир. 30%. Да, Наташа? Да. Да, 30%. Вот. Теперь, девчонки, любимые, хорошие размеры. Айвори. Брюки Айвори. Сюда вам дам. Вот такую кофту. Опять же, видите, вот эта вот елка какая-то такая. Ну, сейчас же Новый год, поэтому все про елку. В другой бы момент, я бы как-то сказала по-другому, а сейчас про елку хочется. Потом здесь опять тыквенный вот такой вот лампас. Сюда. Вот здесь, девчонки, тауп, шапка идеально попала. И опять вам хочу дать. Оставим обувь. Не надо уже бирюзы. Уже здесь слишком плотный цвет. Не надо бирюзовый. А вот эти, кстати, здесь могут быть. Смотрите. Вот сейчас мы вот эти вот выкинем. А вот эти вот яркие сюда поставим. Могут быть. Красиво. Они такими яркими носиками дадут прям полностью образу картинку. Точно так же мы можем сюда добавить вместо того свитера. И вот такой вот свитер, он тоже здесь работает. Вообще, девчонки, бирюза, тауп, коричневый, горький шоколад, терракот работают между собой. Наряжайтесь так. Надевайте это все. Это красиво и по виду такое вот прям лаконичные, лаконичные цвета. Они вам понятны будут, когда вы уже нарядите с них. Спасибо большое за подписки. Люблю. Целую. Чао.